Что не местность, то своя система координат. Культурный российский горизонт и без конца и без края, как и линия изучения творчества самого Василия Аксёнова, который формирует наши современники, исследователи почерка, автора острова Крыма или апельсинов из Марокко, так и метро, совпадающий с Аксёновым по настроению и ощущению себя. Первый фестиваль охватывал несколько площадок Казани, от научных до музыкальных нынешней седьмой, несколько сменил пространственные точки, но по-прежнему дом-музея Аксёнова становится главной оценкой деятельности казанских литераторов. Для меня настоящим подарком стало знакомство с текстами двух молодых казанцев. Это Руслан Сирозеддинов, журналист, и Альбина Гумерова, молодой писатель. Она вот в этом году, как я узнал, вошла в шорт-лист дебюта. Лейтмотив фестиваля 2013 года найдены переписками матери-отца писателя. Письма Евгении Гинзбург и Павла Аксёнова к сыну – это то, что проделало длинный путь по России. Эту переписку сам Аксёнов увёз с собой в Америку. И вот уже спустя годы труды эпистолярного жанра вернулись к широкому кругу читателей и опубликованы в журнале «Октябрь». Несмотря на довольно-таки частные моменты, здесь можно обнаружить и персонифицированный образ эпохи. Путь проделан письмами за 50 с лишним лет. Письма из Магадана приехали в Казань, по почте затем всяческими путями переплыли океан в Вашингтон, затем вернулись в Москву и сейчас в эти дни возвращаются в Казань. Устроители Аксёнов феста считают, что расширение пространства просто необходимо, как и более пристальное внимание к празднику слова. Ведь Казань лишена давно больших литературных вечеров. Как известно, 2014 год объявлен годом культуры, а 2015 годом литературы. Эти факторы должны стать благоприятным моментом для большого внедрения в жизнь творений как и современных авторов, так и классиков прошлого. Плюс к этому мы, конечно, хотели бы подтянуть живопись, которую Аксёнов любил. И мы намерены в следующем году сделать выставку молодых талантливых художников и Казани, и Москвы. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.